Всем большой привет! Вы на канале Дача с Виталием Декабрёвым. И сегодня я буду сажать яблоню своего самого любимого сорта вишнёвая. Присоединяйтесь! На моём участке в Москве, где я проживаю, растёт очень много яблонь. Но моего любимого сорта нет. А мой любимый сорт – это вишнёвая. Ежегодно эта яблоня радовала меня в Самаре вкусными, крупными, сочными и ароматными плодами. Вишнёвая считается зимним сортом. Плоды предназначены для хранения. Но, поверьте, съедаются они моментально. До погреба не дотягивают. Я его по праву считаю осенним сортом, поскольку есть его с ветки одно удовольствие. Яблоня сорта вишнёвая получена путём гибридизации двух великолепных сортов – пипина шафранного и антоновки обыкновенной. При нормировании урожая можно получать очень крупные яблоки. Яблони я выращиваю на полукарликовом подвое. В высоту такие яблони достигают 3-3,5 метра. Это очень облегчает уход за деревьями. В одном из торговых центров Москвы мне всё же удалось найти заветную яблоню сорта вишнёвая. Это двулетний саженец с закрытой корневой системой. Это очень хорошо. Такие саженцы можно сажать в течение всего дачного сезона, начиная с весны до поздней осени. Раскрою вам один небольшой секрет. Перед покупкой я вот так вот тихонечко взял и вынул саженец из кашпо и посмотрел корневую систему. Она полностью оплетает ком. Значит, саженец посажен давно. Такой саженец можно покупать. Бывает такое, что почва, вот когда вы достали саженец, она рассыпается. Вот этот саженец посажен недавно. И, скорее всего, такое дерево будет очень плохо приживаться. Возможно, совсем не приживётся. Но всё же рекомендую обратиться к продавцу-консультанту, который разрешит вам это сделать или сам сделает. Всё-таки это их торговый центр и их саженцы. Яблоня, как и многие плодовые культуры, предпочитает расти на открытых солнечных местах. В плодородной почве. Вот с этим у меня большие проблемы. Можете посмотреть на мои овощные грядки, как я их не заправлял. Всё равно почва глинистая. Ну и соседи говорят, что она очень бедная. Поэтому лунку уже приготовил, выкопал размером 50 на 50 сантиметров. И мне эту посадочную яму предстоит сегодня хорошо заправить. Иначе вот таких плодов, которые вы видели в начале сюжета, мне не получить. Но прежде чем я начну заправлять посадочную яму, мне её предстоит хорошо пролить водой. Теперь очень важный элемент при посадке – это деревянный колышек. Именно деревянный, металлический не нужно вбивать, поскольку зимой он сильно очень охлаждается. И саженец может пострадать. Вбиваем колышек для того, чтобы выровнять наш саженец. Посмотрите, какой он кривоватый, так скажем. А мне нужно прямое красивое дерево. Поэтому, вбивая колышек, будем саженец к нему подвязывать. Колышек лучше расположить с южной стороны саженца, с юго-западной, чтобы зимой кора не пострадала от ярких палящих лучей солнца. Ну что, приступаю к приготовлению почвосмеси, которой буду заправлять лунку. Итак, за основу я взял 4 части покупного торфа. Верхний слой почвы я откинул в сторонку. И вот его, я надеюсь, он всё-таки плодородный, добавляю 2 части. Далее добавляю одну часть биогумуса. Для рыхлости, для влагоёмкости добавляю одну часть вермикулита. И всю эту красотищу перемешаю сейчас садовыми вилами. Очень аккуратно мешаем, чтобы не повредить пластиковый строительный контейнер. Почвосмесь у меня готова, но отправлять в лунку её рано. Посмотрите, почва настолько глинистая, что вода не уходит. Обязательно нужно, чтобы вода впиталась. Если мы с вами сейчас засыпем почвосмесь, посадим саженец, вода уйдёт, и деревце опустится. А нам этого с вами совершенно не нужно. Поэтому вот либо ждём, либо можно вот так вот вилами немножко попротыкать. Хотя это мало помогает. Ну вот и всё. Воды осталось совсем немного. Можно наполовину засыпать почвосмесью. Почву разравниваю и утрамбовываю. Одной вот такой питательной смеси, конечно же, будет недостаточно для хорошего роста, развития. А самое главное – накопление питательных веществ, чтобы саженец хорошо пережил зиму. Вот многие дачники сетуют на то, что вроде бы купили хороший саженец. Рос он у них. А вот на следующий год весной почки не проснулись. И это, скорее всего, происходит из-за того, что дерево не успело накопить питательные вещества, чтобы пережить зимовку. Минеральные удобрения я в почву не вношу, забочусь о микрофлоре полезной в почве. Хочу, чтобы она развивалась и делала естественным путём плодородной почву. Поэтому буду использовать гранулированное удобрение на основе морских водорослей – фукуса и ламинарии. А они известны своим богатым составом. Помимо этого, в этом удобрении присутствуют всевозможные растительные жмыхи, а также муки – костная мука и мука люцерны. Здесь есть все необходимые элементы питания для роста, развития и приживаемости растения. Основные элементы питания – это азот фосфор калий, микроэлементы, витамины и, самое главное, аминокислоты. Удобрение не дешёвое, но натуральное, что ж поделаешь. Но, кстати, расходуется очень экономно. Вот это удобрение для пересадки рассады я использовал. Две вот такие мерные ложечки нужно внести в лунку под посадку одного растения – овощной культуры. Но вот, думаю, для яблони, тем более для двулетнего дерева, я всё-таки не пожалею четыре вот такие мерные ложечки. Но хочу сказать, что вот упаковки хватит, чтобы засадить целый плодовый сад. Ну, в принципе, 400 рублей – не такие уж и великие деньги. Слегка перемешиваю удобрение с почвосмесью и можно отправлять в нашу лунку саженец. Засыпаю почвосмесью и периодически буду утрамбовывать, чтобы пустота у нас с вами ни в коем случае не осталась. Саженец у нас на месте. Ни в коем случае не заглубляем прививку и корневую шейку. Вот как рос у нас саженец в горшке, так его и сажаем. Ну что, сейчас подвяжу саженец, потом полью и ещё кое-что. Подвязываем восьмёркой. За этот сезон саженец уже выправится. И мы с вами сформируем хороший, ровный, красивый штамп дерева. И вот, смотрите, ещё один совет. Половина саженца всегда должна быть чистенькой, то есть без отрастающих побегов. Вот их обязательно удаляйте в течение сезона, и следующего, и последующего. В моём случае в глинистой почве поливаю прям слегка. Болото устраивать не надо, корням необходим воздух. И вот сейчас следующая процедура – это мульчирование. Обязательная процедура, поскольку не все могут поливать саженец каждый день. Вот так влага лучше сохраняется. Почва не перегревается на солнце. Я мульчирую скошенной травой. Проследите, чтобы мульча со стволом не соприкасалась. Это удобрение от ульяновского производителя Organic Mix. Оно доступно в трёх вариантах. Универсальное, для пересадки рассады и специальное для роз. Поскольку удобрение новое, найти в магазинах города непросто, в Москве-то и тем более. Я вышел из положения и заказал в интернет-магазине 7 семян. Кстати, можете тоже так же сделать и воспользоваться моей скидкой. Введите при покупке промокод 7семян и получите скидку в 7%. Вот и всё. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Друзья, напишите в комментариях, какие вы предпочитаете выращивать сорта яблонь. Мне интересны и летние сорта, и осенние, и зимние. Те, кто не подписан на мой канал, скорее подписывайтесь. Будем работать вместе. Ну и, конечно, добавляйтесь в мои группы в социальных сетях. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!